Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 18 с половиной лет, у меня почти год назад были отношения с одной девочкой. Она была довольно хорошо вместе, я её полюбил. Вы знаете, Григорий, вот забегая чуть вперёд, я бы хотел сказать, что довольно странно. Чувства появляются после прочтения вашего текста. В том смысле, что я его прочипал, а в конце выясняется, что это уже не нужно. То есть, в конце выясняется, что не обязательно было его читать. Я имею в виду текст ваш. Вот. И как-то вот мне кажется, что вы, вероятно, сами не до конца, быть может, понимаете, чего вам как-то хотелось бы. Вот. Ну, например, психолога, да, допустим. Вот. То есть, какой, ну, помощи вы хотели бы от нас, например, опять же. Да? Какой помощи в чём и так далее. Ну, вот. Вы пишите, значит, шпион. Вы, значит, с девочкой около года, получается, встречались. Ну, вот. Значит, мы делаем довольно хорошо вместе. И вы пишите, что вы её полюбили. А вот, скажите, пожалуйста, как вы поняли, что у вас к ней любовь? Это первое. И второе, что между вами было общего? То есть, ну, вот. Да, я ошибся, не год у вас отношения были, а, значит, четыре месяца. У вас четыре месяца отношения отлились. А вы говорите, что, ну, влюбились, влюбились в неё, вот. Что общего между вами было? Что вас объединяло? Что связывало? Ну, есть ли у вас какие-то общие увлечения? Какие-то общие впечатления? Я имею в виду, ну, совместно. То есть, вот. Какие-то совместные переживания у вас есть? Или ваши отношения – это просто встречание и просто проведение времени вместе? Потом я вдруг узнаю, что она решает поступить в ВУЗ, который вообще в другом городе. Она мне говорит, чтобы я переезжал к ней в город учиться. Я хотел, но в то же время и боялся, что не потянул перевод из своего колледжа в другой город. У меня, по сути, ничего и не было в своей 17-17 лет. Здесь непонятно, если у вас отношения, да, то девочка получается так довольно-таки внезапно. Вам говорит о том, чтобы он переезжает в другой город. Как вы так вот с ней общались, что не знали о её таких планах. То есть, ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, что такие вещи спонтанно не решаются. И что? Девушка, вероятно, уже знала, что она будет переезжать, но, вот, либо не сказала вам об этом, вот, либо ваши отношения не включают. Такое направление. Ну, то есть, обсуждение. Обсуждение таких вещей. Это вопрос, конечно. Очень серьезный и интересный вопрос. Далее она говорит, приезжай за мной. Да? Вот. Ну, тут опять же многое зависит от характера. Взаимодействие. Взаимодействие. Между. Вами. Вот. Я мог бы предположить, что она испугалась. Ну, вот. Отношений. С вами. И. Ну, вышли. многое из них. Ну, может быть и, конечно, другой момент. То есть, тут опять же нужно смотреть, да, и нужно исследовать, что могло бы, ну, даже не значит, какие ее поступки, а то, как вы, ну, восприняли ее, ну, ее действия. Вот. Я думаю, в этом направлении вам нужно смотреть, то есть, ну, свою, свою реакцию на ее, на ее поступок. Вот. Вы пишите, у нас начинается, да, у меня, по сути, ничего не было, и она это знала. Вот. И ее просьба переезжать за ней, да, это вот, как бы, насколько учитывалось при этом ваше, вообще, состояние, личность, приоритеты. Эм, так, у нас начинаются всякие проблемы в отношениях, и мы редко перед ее уездом расходимся в 24 месяца отношений. Ну, здесь надо сказать, что крайне это звучит неопределенно. неопределенно. Вот. То есть, эм, то есть, эм, что значит у нас начинаются, проблемы в отношениях. Проблемы просто так не начинаются, не начинаются просто так. Если проблемы возникли, значит, вы оба что-то делали для них. Для того, чтобы они были. Вопрос в том, что именно. И как именно. Вот. Поэтому, тут, на мой взгляд, нужно детально разбираться не сами проблемы, которые у вас возникли. Проблемы, в принципе, возникают у всех. А те действия, например, ваши, которые к этому привели. Вот. Вот. Это очень, как, как я думаю, важный момент и очень важный элемент. Вот. Вы пишите, мы расходимся резком. После того, как, ну вот, эти проблемы начались. Тоже интересный момент. Кто мы, вот. Ну, кто мы расходимся. То есть, мы, это кто. Нет, нет, нет никаких мы, понимаете. Есть, есть вы и человек. Ну, другой. И все. Вот. И решение, которое вы их принимаете. Или она приняла решение, или вы приняли решение. Вот. Ну. Совершенно очевидно, что кто-то это решение принял. И вы здесь несколько размываете грамм ответственности. своей. Дальше я после расставания начинаю работать над собой. Стараться самореализовываться. Я просто взял академорпус в колледже и начал заниматься ютубом. Не было ли это сублимации? То есть, не было ли это действием от такой реакции на поведение девушки. Да? Все было хорошо, но я просто не мог ее забыть. И постоянно весь год думал о ней. Что бы я ни делал, не мог ее забыть. А что именно вы думали о ней? Ну, чего вам хотелось? И вот наступает, значит, июнь двадцать третьего. Она приезжает на каникулы после ВУЗа. Пишет меня, что хочет встретиться и извиниться за все, чем она меня обидела в отношениях год назад. Как мы встречаемся, у нас снова появляются чувства, а вместе с ними и старые проблемы, которые вгоняют в ступор и депрессию меня. А вы считаете, что она правда вас чем-то обидела? Какие проблемы всплывают и как вы понимаете, что вас это вгоняет в ступор и депрессию? Депрессия это вообще-то болезнь психическая. Она мне говорит, что не хочет начинать отношения. Заново, хоть и есть чувства, потому что, знаете, на расстоянии она просто не вылезет их. Да и я, наверное, тоже. Хоть и попроще, хоть и будет попроще с семьей. Я думаю, что... Вот вопрос, о каких чувствах речь. Я не знаю, что мне делать, как-то переезжать и приводиться в колледж, который вообще в другом городе не имеет стабильного заработка. Вопрос в том, не можете ли вы не рисковать. Мне кажется, что вы сомневаетесь. Хоть я работал над собой весь год, я не получил стабильного заработка, который спокойно хватило бы на жизнь без опасения остаться на улице и без отношений. Мне кажется, все мешается здесь в одну кучу. Вы пытались увидеть то, как вы воспринимаете девочку и... чего по отношению к ней вы хотите. Я принял решение не учитывать чувство с любовь-любовью, но ехать без ничего не реализовавшись, довольно глупо. Это ваш выбор. Интересно же, что вы смогли не учитывать чувство. Я постоянно переживаю, что выбрал неправильное решение, упуская любовь всей своей жизни, хоть и глупо звучит. Что для вас означает «упускаю любовь всей своей жизни»? Что это значит для вас? Меня разрывает изнутри, хоть я понимаю, что поступаю скорее всего правильно и думаю о будущем. Ей бы хотелось там оставаться, именно в том городе, а мне такое не по душе. Я не говорю, что город плохой, а просто она себя там видит и будущее, а я нет. Я думаю, сам ответил на свой вопрос. Я думаю, что вам нужно разобраться в своих чувствах. Потому что они у вас довольно противоречивы и важно увидеть то, как вы видите реализацию. Свою. Свою. Девочку. И себя. А еще я думаю, что можно было бы на какое-то время, небольшое, на неделю съездить в этот город и ничего бы странного не случилось. Всего вам доброго и удачи!